Исполнительный комитет 4 января О том, чтобы из общей суммы 15 миллионов выделить только 22 населенным пунктам от ОГГУЗИ По мнению жителей села, по мнению примара и советников Это полное игнорирование населенных пунктов В четырех населенных пунктах это Дизгинжа, Авдарма, Камрадский район И два села из Чадровунского района, это Копчак и Джалтай Люди предложили о том, чтобы выйти с пикетом С ограниченным числом людей из населенного пункта Чтобы показать исполкому о недовольствах жителей села по отношению к жителям Мы надеемся, что исполнительный комитет пересмотрит свое постановление А депутаты народного собрания справедливо отнесутся к данной акции И согласно закону о капитальных инвестициях будет распределять данные денежные средства Согласно численному населению Мы надеемся, что 15 числа это будет сделано И люди будут довольны Мы хотим, чтобы Гагаузия развивалась гармонично Чтобы все населенные пункты развивались одновременно Они разделяли нас на одни села, на другие Этим селам больше, этим селам меньше Пусть будет справедлива по численности населения А эти капитальные вложения, насколько я поняла, чуть-чуть успела прочитать Они выбрали села и населенные пункты приоритетные У которых есть какие-то проекты, уже реализуются, они не докончены Они по этому принципу выбирали эти капитальные вложения У вас есть какие-то такие проекты, чтобы вы тоже могли претендовать на эти? Смотрите, я не могу сказать по какому принципу выбирался Но есть у нас догадки, как они выбирались, как утверждались Но могу с уверенностью сказать, что во всех населенных пунктах есть проблемы В том числе и в этих четырех населенных пунктах Я хочу отметить, что и напомнить власти второго уровня и республиканского О том, что 29 сентября 2020 года был сильный дождь Впоследствии чего был нанесен ущерб селу Дизгинжа Более миллиона лей Было экстренное заседание КЧС в тот день Присутствовал премьер-министр, другие члены комиссии И все высказывались о том, что будет оказана помощь для ликвидации этих последствий К сожалению, на сегодняшний день мы получили только 33 тысячи лей Остальной суммы у нас нет У нас также есть проблемы с дорогами У нас также есть проблемы с другими учреждениями Где необходимо сделать и ремонт, и в садиках, и в церквях, и дороги, и тротуар И очень много вопросов Поэтому нужно уважать всех жителей автономии, уважать их права Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Доброе утро, зрители портала Нокте! На данный момент мы находимся у здания исполнительного комитета, где проходит мирный пикет, на котором присутствуют жители и власти села Дизгинжа, которые недовольны распределением денежных средств для населенных пунктов Гагаузии Они вышли с плакатами, на которых пишут не о дискриминации и призывают к справедливому распределению денежных средств Здравствуйте! Скажите, можете представиться, пожалуйста? Я? Да! Дизгинжа, село Дизгинжа А как вас зовут? Анатолий А вы вышли сегодня на пикет? Да, на митинг По какой причине? По неправильному распределению денежных по Гагаузии Нам не распределили А в чем заключается? Чем именно вы недовольны? Недовольны в том, что надо распределить по всем Гагаузии, по всем премареям Вы считаете, что Дизгинжа не выдали какие-то денежные средства? Да, да, да Спасибо Здравствуйте Здравствуйте, но я не смотрю Куда вообще? Вот аппаратная Здравствуйте Не могли бы вы представиться, пожалуйста? Может Представьтесь, пожалуйста Дальше, дальше Здравствуйте, не могли бы вы представиться? Да, Степан Банков Дизгинжа Вы участвуете сегодня в митинге? Да, мы будем участвовать сегодня в пикетировании А по какой причине? Ну, по причине, наверное, в общем-то, на первый взгляд кажется банальной, но на самом деле это очень серьезные причины В общем-то, всем известно о том, что 4 числа января этого года исполком Гагаузии на своем заседании принял проект постановления о распределении капитальных инвестиций Нам известно, что правительство ввело эти деньги на Гагаузию, но не на какие-то конкретные села или под какие-то конкретные проекты На исполкоме был принят проект о распределении и каким-то чудесным в кавычках образом оказалось, что 4 населенных пункта Жолтай, Копчак, Абдарма и Дизгинжа не оказались в этом списке Нам, конечно, до глубины души обидно, что наше село оказалось за бортом Тем более, что всем известно, что во время ливней и дождей 29 сентября Дизгинжа – один из пунктов, который пострадал очень сильно И работала чрезвычайная комиссия, было определено, что минимальный урон более миллиона И мы ждали, что каким-то образом из капитальных инвестиций будут направлены, в том числе, чтобы закрыть этот вопрос Но, к сожалению, это не произошло Нам, я повторяюсь, больно, обидно, что исполком принял такое решение, на наш взгляд, некорректное решение Представьте себе, что чем лучше остальные населенные пункты или народ от села Дизгинжа Такие же люди, так же платим, те же налоги В общем-то, наши устремления в будущее таковые же Мы с миром, надеждой на все И вдруг мы оказываемся за бортом Еще раз говорю, это некорректно со стороны исполнительного комитета И мы надеемся, что услышат наш голос и попытаются внести изменения в свой проект Нам известно, что 15 числа января, да, будет стояться заседание Народного собрания По утверждению все-таки бюджета в первом чтении И вот сейчас поступил 4 числа дополнительный еще вопрос о утверждении проекта по капитальным вложениям И надеемся, что, по крайней мере, если не здесь, на площади, то на заседании будет принято более конкретное, точное решение Касающиеся вот этих обиженных, в кавычках, сел Спасибо большое Ну, удачи вам И вам Добро Сейчас мы обратимся к примару и спросим, чего они ожидают от данного пикета Можно? Да Мы хотим уточнить, каких результатов вы ждете после этого пикетирования? Мы ждем конкретных результатов от исполнительного комитета И от Ирины Федоровны мы надеемся, что она выйдет справедливым распределением данных денежных средств на все населенные пункты И надеемся, что депутаты Народного собрания возьмут во внимание при распределении данных средств Свой закон, который они принимали, закон о капитальных инвестициях, который позволит всем населенным пунктам распределять эти денежные средства согласно численности населения Есть ли у вас предположение, по каким причинам некоторым селам не выделили денежные средства? Мы из анализа, какие села не получили денежные средства Это три независимых примара и один из партий Мы думаем, здесь связано с какими-то личными либо партийными связями Или же те примары, которые не получили, они входят в организацию Союз Примаров Гагаузи Только по этой причине мы надеемся, думаю Спасибо 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 2021 год. Любые наши попытки диалога с Башканом, с начальником Финуправления Татьяной Михайловной, к сожалению, не имеют никакого результата. Вчера я на очередной встрече с Татьяной Михайловной, думаю, что убедил ее о том, что более чем на миллион рублей ущемляются наши дети Корчака, детских садиков, согласно той методологии, которую использует Финуправление при распределении специальных трансфертов для дошкольных учреждений. Второй вопрос. Это дорожный фонд. Жители Копчака, Дизгинджи, Камрата, Кангаза, Кирсова. Мы все формируем дорожный фонд, мы все автолюбители. Но по решению исполнительной власти нашим селам не выделяется из регионального дорожного фонда ни одной копейки на реконструкцию наших внутренних дорог. То есть мы участвуем в формировании дорожного фонда, а на восстановление дорог из регионального фонда мы не получаем ни копейки. Мы считаем это несправедливо. Но самый пик, то что взбудоражило наше население, это распределение капитальных инвестиций, которые были выделены из республиканского бюджета в размере 15 миллионов 326 тысяч, где 4 села, это Авдорма, Копчак, Джалта и Дизгинджа, не получили ни копейки. А еще 11 сел были ущемлены, по нашему мнению, если бы исполнительная власть не просто по каким-то непонятным мотивам распределила эти средства, а если бы элементарная исполнительная власть соблюдала бы законы свои же Гагаузии и использовали бы закон о распределении, о капинвестициях. И тогда не было бы ни у кого вопросов. Бюджет это не зарплата чиновников, бюджет это народные деньги. И эти народные деньги собираются в бюджет всеми жителями автономии. И распределяться они должны справедливо. И мы возмущены этим. Каким итогом? Вы вышли сегодня на митинг. Это не митинг. Это молчаливый пикет нас вынудили. Поверьте, что мы до того, как сюда приехали, мы провели кучу работы. Мы были у Башкана на приеме. Мы были в финуправлении. Мы были на заседаниях комиссии. Как они вам это объясняют? Почему ваш сегодня был? Значит, Башкан нам ничего не объясняет. Она нас направила в финуправление. В финуправление Татьяна Михайловна нам говорит о том, что это положение Кишунева, это Кишунев, это Кишунев. И у меня возникает вопрос. Так вы же здесь постоянно диктуете о том, что мы автономия. У нас есть законодательный орган, народное собрание, исполком. Так если вы не можете взять на себя ответственность и принять решение автономного значения, ну, извините, тогда это признание своей беспомощности. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Исполняющая обязанности директора детского сада номер 2 села Копчак, Кайка Ирина Федоровна. Вы вышли сегодня на пикет. По какой причине? По причине того, что село Копчак дискриминирует, не распределяются бюджетные средства разумным образом. Мы представляем интересы не только наших детей, представляем интересы всего села Копчак. Вы сказали, дискриминируют, а не распределяют должным образом. В чем это выражается? Ну, если взять последние данные, 4 января мы получили из регионального фонда 15 миллионов 326 тысяч. Исполнительный комитет распределил денежные средства таким образом, что наряду с другими селами, такими, как, вот я вижу, Дизгинжа, Аджалтай, Авдарма и наш Копчак, не то что недополучили, а вообще ничего не получили. То есть у нас это, мягко говоря, возмущает. Поэтому мы сегодня вышли на пикет. Вы уже выходили протестовать по исполнительному комитету? Да, выходили родители, выходили профсоюзные комитеты. И чем это закончилось? Ничем. А какой результат вы ждете сейчас? Мы ждем, наверное, хотя бы кого-то, чтобы вышли, нам объяснили, по какой причине не получил Копчак ни одной копейки. Спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте, вы комментируете? Ну да, я еще. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Директор детского сада Копчак. По какой причине вы вышли сегодня на пикет? Ну, напомните с полкома, что на юге Молдовы есть село Копчак, который обделен в какой-то степени капитальных вложений, в бюджете детских садов, по дорожному фонду. Такие вот проблемы решили дружно. Напомните. Вы уже выходили на пикеты протестов с полкома? Да, мы были и на приеме у Ирины Федоровны. Но наши проблемы не были решены. А что вам пообещала или объяснила Ирина Федоровна? Пообещали, но ничего не выполнили. А что пообещали? Что решат нашу проблему. А сколько времени прошло? Больше недели, наверное. И до сих пор ничего? Нет, нет, решения не было. А каких результатов вы ждете сейчас? Ждем справедливое решение. А конкретнее? Что именно вы хотите получить? Я уже сказала, бюджет детских садов ущемлен, дорожный фонд ущемлен, капложения ущемлены. Вот эти вот три основные вопросы. Спасибо. Продолжение следует... Можно будет задать пару вопросов? Продолжение следует... Представители Сала-Копчак уже не в первый раз выходят на пикет к исполнительному комитету. Были ли какие-то результаты предыдущих ваших протестов? К сожалению, с того момента, как мы, наши сотрудники детских садиков, пикетировали здание исполкома и народного собрания, к сожалению, никаких результатов нет. Такое ощущение, что нас никто не слышит. Именно поэтому мы сегодня были вынуждены очередной раз выразить свое недовольство той политикой бюджетной, которую ведет исполнительная власть. Какого результата, какого, может, решения вы ждете от органов власти Гагаузии? Мы не хотим ничего больше, чем другим селам. Мы хотим, чтобы бюджет распределялся справедливо, прозрачно и понятно, по понятным критериям, среди всего населения автономии. Как вы думаете, почему Копчак и несколько других сел были обделены? Я знаю ответ, но комментировать этот ответ я не буду. Я думаю, что в конечном итоге это без непрофессиональной работы исполнителя власти. Спасибо. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Кто отвечает за музыку? За музыку, да. Можете представиться? Без комментариев. Почему вы выбрали такую музыку? Без комментариев. Есть же определенный смысл, почему играет такая музыка? Мы замерзли, хотим немножко размяться. Спасибо. Здравствуйте, не могли бы вы представиться? На плакате все ясно там. Не могли бы вы представиться? Копчак. Вы работник детского сада? А почему вы вышли сегодня на пикет? Мы сегодня вышли на пикет, потому что уже нужна заставила. Уже сколько лет подряд, но в этом году уже все переполнило чашу терпения, распределение средств несправедливо получается. Копчак в этом отношении ущемлен. Сегодня на одного ребенка в детском саду в Копчаке приходится 21 тысяч, а в то время как в других селах, как на примере Кангас, там 30 тысяч на одного ребенка. Поэтому хочется, чтобы они обратились к нам лицом, повернулись к нам лицом и попробовали, не то что попробовали, а так и должно быть, правильно распределили средства, которые выделяются на детские сады, на содержание детей в детских садах. Вы уже выходили на протест. Как-то региональные органы власти объясняли вам, почему они так распределяли? Ну, мы надеемся, мы были на встрече с Дрошканом Сининой Федоровной, поднимали этот вопрос, мы надеемся, что они смогут положительно разрешить этот вопрос, потому что это несправедливо получается. Посмотрите на полка, что там написано. Мы хотим справедливости, мы хотим планомерного, правильного распределения средств на детские сады. Потому что если бы у нас, как и в остальных детских садах, и пользуется на одного ребенка больше средств, мы могли бы и ремонт сделать, мы могли бы сегодня поменять и наши кроватки, старые кроватки, двухъярусные еще в 50-х годах на новые, или выкатные, или там двухъярусные, они имеют значения. Поэтому пусть нам дают те деньги, которые нам положено, а мы там будем распределять сами. Понятно. Спасибо большое. Пока никто из представителей исполнительного комитета не комментировал пикет, который происходит сейчас прямо под их окнами. Вы хотите сейчас обратиться к исполкому? Да, нас пригласил председатель народного собрания, Василий Михайлович. Владимир Михайлович. А прессе можно? Я не знаю. Примаров пригласил председателя народного собрания Владимир Коса. Сейчас мы попробуем тоже пройти. Здравствуйте, журналистов. Пустите? Спасибо. 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 Здравствуйте, здравствуйте. 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 Продолжение следует... Здравствуйте! Продолжение следует... Здравствуйте! Закон о капитальных инвестициях. К этому закону очень много стремились депутаты о том, чтобы в Грузии была какая-то справедливость при распределении денежных средств. 4 января исполнительным комитетом был рассмотрен вопрос о распределении денежных средств из государственного бюджета. Это капитальные расходы, которые были утверждены парламентом, более 15 миллионов лей, и по каким-то причинам эти 4 села не получили. Мы с возмущением, и мы хотели бы и требуем о том, чтобы депутаты Народного Собрания оценили это и справедливо распределили ко всем селам. Потому что мы болеем как за свои села, так и за Гагрузию в целом. Мы желаем, чтобы Гагрузия развивалась гармонично по всем населенным пунктам и распределение было согласно численности населения. Спасибо. Хочу проинформировать, что я получил от Олега Федоровича, от вас, ваше обращение. И завтра будет заседание комиссии по бюджету. Вы можете тоже поучаствовать в комиссии, как примары населенных пунктов, и высказать свою точку зрения, свое мнение. Хочу вам сказать, что, скорее всего, мы будем просить, чтобы этот проект закона не рассматривался на этом заседании. Посмотрим, как решит завтра комиссия по бюджету, потому что она правомочно решит этот вопрос. Мое мнение, что надо его расширенно обсудить, сесть и с членами исполкома, задний стол, и депутатами народного собрания, и примарств корпуса, и обсудить, и решить вопрос по справедливости. Поэтому посмотрим завтра, как решит комиссия. Поэтому я даже думал, что вы завтра подойдете с этим вопросом. Это очень правильно, своевременно. Поэтому предлагаю завтра на комиссии рассмотреть этот вопрос, и дальше посмотрим, чтобы не переходить. за рамки, потому что мы коллегиальный орган, здесь не решает один человек, здесь решают коллегиально. Поэтому мы услышим ваше мнение и будем рассматривать вопрос. Как еще раз, что-то хотел сказать. Спасибо за приглашение, увидев, что наши односельчане, наши жители двух сел, вот таким образом вынуждены выразить свое недовольство, свой протест. То есть финансовой политикой, которая ведется, по крайней мере, исполнительная власть в данном случае. Я благодарен вам за то, что вы нас приняли, сами пригласили. Я очень надеюсь, что третий этаж, исполнительная власть в лице Башкана, тоже нас пригласит и спросит, почему же мы вынуждены прийти сегодня, жители двух сел, и пикетировать здания наших региональных властей. И вызвано это, конечно же, последним возмутительным, на мой взгляд, решением исполнительного органа о распределении капитальных инвестиций, исключив и поделив фактически население ГГУЗИ на своих, не своих, чужих и так далее. Это недопустимо, это недопустимо ни в каких отношениях. Причем, если бы исполком использовал наши же законы ГГУЗИ, в частности, закон о капинвестициях, то никаких бы вопросов не возникало. Все, на душу населения, согласно нашего законодательства, кому сколько распределили и все. Решением Совета? Совершенно верно, совершенно верно. Это было бы объяснимо, понятно, по-честному и по-порядочному. Но здесь получается, что ущемлены не только наши четыре села. Ущемлено 15 сел автономии. Нашим четырем населенным пунктам не дали ни копейки, но еще 11 населенных пунктов, если бы распределение проходило по нашему ГГУЗИ, они получили бы больше, чем в этом списке. Во всех попытках получить ответы, каким образом этот документ вообще появился на заседании исполкома, если нет ни одного юридического нормативного акта в нашей стране, который бы утверждал тот список, о котором мы знаем распределение. То есть ссылаются только на одно письмо Министерства финансов. Но, извините, мы имеем свою автономию. Вот бюджет, я специально открыл бюджет, где одной строчкой указано о том, что эти средства выделяются автономией. А в автономии есть исполком свое правительство, есть народное собрание, которое имеет полномочия распределять эти средства. Это принято просто 15,3. Но как можно исполкому ГГУЗИ в данном случае настолько уничтожать свою же автономию, пренебрегая своим же законодательством? Эта политика, на мой взгляд, ведет не к укреплению нашей автономии, а на еще большее к ее ослаблению. Плюс есть и другой характер вопрос, касаемо Копчака в частности. Я вчера Татьяне Михайловне при очной встрече доказал, доказал вот эта вся папка с цифрами, я ей доказал о том, что Копчак ущемляется более чем на миллион лей по детским садам. И не только Копчак, но и другие населенные пункты. Когда в одном населенном пункте на одного ребенка выделяется по 30 тысяч лей на одного ребенка, а в каких-то 20, допустим, как в Буджаке, и возникает вопрос, чем в Копчаке, в Буджаке или в других селах дети хуже, чем, допустим, в других населенных пунктах, где выделяется 30-40 лей на одного ребенка. Дорожный фонд. Значит, сегодня Буджак, Копчак, Дизгинжак, Кангас, Камрад не получают ни одного лея из дорожного фонда. Но наши же автолюбители все участвуют в формировании этого регионального дорожного фонда. И получается, что Кишинев, республиканские власти всем нам дают средства, а родная Гагаузия не дает ни одной копейки. То есть, вот эти все возмутительные вещи со стороны исполнительной власти, и мы сегодня еще раз хотим подчеркнуть, бюджет Гагаузии, это не зарплата Башкана, Примара, Председателя Нового Сварания или кого-то. Это народные деньги, которые мы все собираем по крупицам, и они должны распределяться как в семье справедливо. Мы выступаем против этой несправедливости. Олег Федорович, спасибо. Я предлагаю на этом этапе сегодня заключительную беседу, вот мы и провели. Завтра будет заседание комиссии, оно будет в зале заседания, расширено, пожалуйста, без проблем. Вы можете все вопросы, мы сегодня не обсуждаем здесь никакие. Вы проинформировали, я вас тоже информирую. Поэтому, и хочу еще раз отметить, что мы коллегиальный орган, поэтому будет приниматься коллегиальное решение. Ну, на нас может тоже рассчитывать, в плане того, что мы должны это все рассмотреть. Я вообще предлагаю, чтобы, будем, наверное, заседать с одним вопросом бюджета, потому что это будет правильно. Если посмотрим завтра, что решит комиссия. Мое будет предложение снять вопрос заседания. Я и комиссия завтра спущусь и предложу это. Спасибо. Если вас что-то хотите сказать. Могу добавить пару слов. Добрый день, уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые примары, жители Копчака и Лизгинжи. Очень жаль, что мы доходим до этого, что люди приходят сегодня и мерзнут на улице. Очень жаль, что не соблюдаются законы. Было сказано уже, что есть закон о распределении денежных средств. Очень правильно сказано, подмечено, что эти деньги не народного собрания, не исполнительного капитала, а эти деньги нашего народа. И нашего народа деньги должны распределяться пропорционально. Благодаря нашему закону, который принят по автономии, если кто-то решил распределить, как им хочется, это наши власти, то я считаю, что это очень неправильно. Должны соблюдать закон. Если мы не знаем, как распределять, хотя бы соблюли бы закон, и сегодня не дошли бы до этого, что люди выходят сегодня, мерзнут на улице и требуют свое. Не надо нам подачки давать. Дайте нам то, что положено. Спасибо вам всем. Извините, что мы дошли до этого. Я думаю, что дойдем до того, что распределят пропорционально с этой денежностью. Спасибо. Спасибо вам всем. Спасибо. 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 Что вы думаете по этому вопросу? Что будет через этот вопрос? Я только что проинформировал, что Народное собрание Гагаузии является коллегиальным органом. Завтра будет заседание комиссии. Комиссия выскажется по этому вопросу. Возможно, что будем выходить с этим вопросом по бюджету в другой день. Будем попробовать снять вопрос заседания с пятницы. Но все равно мы должны ждать решения комиссии. Завтра будет комиссия, вы все увидите завтра. Я не могу сегодня комментировать без решения комиссии. Спасибо. 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 , спасибо. Спасибо. , спасибо. , спасибо. . , спасибо. , спасибо. , спасибо. , спасибо. . , спасибо. . , спасибо. , спасибо. . , спасибо. . , спасибо. , спасибо. . , спасибо. , спасибо. , спасибо. , спасибо. . , спасибо. , спасибо. . . . , спасибо. . . , спасибо. . , спасибо. . Мне копейки оттуда не дала и не поддержала меня никогда. Я жду поддержки, потому что я уже 76 лет. Я уже пожелаю женщине, чтобы здесь мерзнуть. Мне очень тяжело. Благодарю за внимание и думаю, что она все-таки подумает и уделит нам внимание. Как вы думаете, почему вашему населенному пункту не выделяют денежные средства? Почему не выделяют? Я вот в этот раз думаю так. Наши поддержали в основном Рената Усатова. Как поддержали, она говорит, а такие борщи не нужны. Все. Мы поддерживаем каждый, кого хочет, каждый, кого желает. И так что мы надеемся, что и на нас выделят тоже внимание. Если мы не поддерживаем того человека, который ей нравится, все, отвернулась и больше хода нет. Вот так. Спасибо. Пожалуйста. И вам спасибо. Я, конечно, не думала выступать, но раз вы мне предложили... Не готовилась и не писала, возьмите, пожалуйста. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...